В Барнауле началась масштабная реконструкция тепловых сетей. Она затронет несколько важных артерий города. В первую очередь проспект Красноармейский и улицу Партизанскую. Там уже начались работы. Вскоре они перейдут на проспект Ленина, где ситуация требует скорых работ. Несущие конструкции верхние, они уже в аварийном состоянии. Поэтому, перейдя Ленинский проспект и положив новую трубу и новые железобетонные перекрытия, мы, естественно, снимем риски по, не дай бог, провалу дорожного полотна. Но сначала, конечно, нужно закончить работу на Партизанской. Часть улицы от Максима Горького до проспекта Ленина полностью перекрыли до 30 августа. Однако переживать местным жителям не стоит. Долгого отключения горячей воды, которая случится дней через 10, не предвидится. Скорее всего, оно будет разовым и лишь на полдня. При этом коммуникации обновят капитально. Здесь лежит существующая труба диаметром 300. Мы укладываем новые трубы диаметром 500. То есть, что это нам позволит? Это позволит нам сегодня приступить к развитию, то есть к застройке микрорайонов, которые находятся в нижней части города. Это речной вокзал, это улица промышленная с перспективой засыпки ковша и строительства застройки всего ковша. В общей сложности сибирской генерирующей компании нужно заменить 600 метров сети. На аллее Ленинского проспекта реконструкция пройдет с 5 по 18 августа. При этом с 16 по 18 перекроют четную сторону проезжей части. Нечетную в промежутке между 23 и 25 числом. Это не должно создать пробок, поскольку работы будут проводить выходные. После них сразу же уложат асфальт. И ресурсоснабжающая компания, и администрация Барнаула просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует...